Привет, друзья! Вы на канале Кулинарием с Викторией. В этом видео я хочу вам рассказать, как приготовить и собрать шоколадный торт с кремом чиз. Рецепт торта очень простой и получится абсолютно у всех. Также в конце я вам покажу, как я украсила торт и расскажу легкие и простые способы украшения любых шоколадных тортов. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов. Для приготовления бисквита нам понадобится молоко, сливочное масло, какао, яйца, сахар, мука, щепотка соли и разрыхлитель. Полное количество всех ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Замешаем тесто. В миске смешиваем 200 грамм муки, 10 грамм разрыхлителя, это 2 чайные ложечки и 30 грамм темного какао. Все хорошо, тщательно перемешиваем. И в другой емкости смешиваем 4 яйца, щепотку соли и начинаем взбивать миксером. Сначала на средних оборотах, постепенно начинаем добавлять сахар. У меня 180 грамм, если любите послаще, то можно добавить 200 грамм. И продолжаем взбивать. Взбиваем в белую пышную массу, масса должна побелеть и увеличиться в 3-4 раза. Время взбивания будет зависеть от мощности вашего миксера. На поверхности, когда мы делаем вот так миксером, в течение нескольких секунд должен оставаться небольшой след. Значит, яйца достаточно взбиты. И в другой емкости смешиваем 150 миллилитров молока и 80 грамм сливочного масла. Масло с молоком ставим на небольшой огонь и доводим до закипания, но не кипятим. И пока просеиваем все рассыпчатые ингредиенты. Делаем это в несколько раз, постепенно. Просеиваем одну часть, аккуратно перемешиваем лопаткой снизу вверх. Миксером перемешивать не рекомендуется, иначе яйца осядут. Затем просеиваем следующую часть всех сухих ингредиентов и продолжаем перемешивать. И так до конца перемешиваем все до полной однородности. Пока мы перемешивали молоко со сливочным маслом полностью растопилось, стало горячим, и постепенно в два раза добавляем растопленное молоко и сливочное масло. И еще раз перемешиваем. Подготавливаем формочку. Размер моей формы 21 сантиметр диаметром. Форму я закрепила плотно фольгой, фольгу я сложила вдвое. И переливаем тесто в форму. Как вы смогли заметить, консистенция у теста не густая, а довольно жидкая. Так и должно быть. Форму немного пристукиваем, чтобы вышел лишний воздух, и отправляем запекаться в ранее разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки, проверяем с помощью деревянной шпажки. Затем даем бисквиту немного остыть и достаем его из формы. Остывший бисквит заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник. Можно на несколько часов, а можно на ночь. Это нужно для того, чтобы влага распределилась равномерно по всему бисквиту и нам его было намного легче разрезать. Разрезаю бисквит на три равных коржа с помощью ножа и нитки. Вы только посмотрите, какие красивые коржи у нас получились. Шелковистые, ровные, они почти не крошатся и получаются с красивым шоколадным цветом и приятным шоколадно-сливочным вкусом. Теперь приготовим крем для торта. Я выбрала крем-чиз, он прекрасно сочетается с шоколадными бисквитами и готовится очень быстро и легко. Для его приготовления понадобится всего три ингредиента. Это творожный сыр типа Филадельфия, сливки и сахарная пудра. 400 грамм творожного сыра разомнем ложкой до кремового состояния, чтобы нам затем легче было его взбивать. И в другую емкость выливаем 200 миллилитров жирных сливок. У меня сливки 30% жирности и начинаем взбивать миксером. Когда начинает появляться вот такая небольшая пенка, добавляем 120 грамм сахарной пудры и продолжаем взбивать. Взбиваем до загустения сливок до мягких пиков и затем добавляем размятый творожный сыр. И взбиваем еще буквально пару минут, чтобы вся масса объединилась и стала однородной. Крем-чиз на сливках получается очень вкусный, готовится просто, быстро и очень хорошо держит форму. Собираем торт. На блюдо выкладываем подложку, слегка ее смазываем небольшим количеством крема и выкладываем первый корж. Сверху надеваем кондитерское кольцо. Очень удобно собирать торты в кондитерском кольце. Так получается намного ровнее. Затем крем делим на две равные части. Одну вторую часть крема выкладываем на первый корж. Аккуратно разравниваем ложкой и выкладываем второй корж. И выкладываем сверху вторую часть крема. И опять все аккуратно разравниваем обычной ложкой. И выкладываем последний третий корж. Я пропитку для торта не делала, но если вы хотите сделать, то полное количество продуктов для пропитки и ее приготовления я вам оставлю в описании под видео. Тортик я убираю в холодильник и пока приготовлю шоколадную глазурь. Шоколад я наломала на кусочки. Жирные сливки выливаю в жаропрочную емкость и ставлю на небольшой огонь. Довожу до закипания, но не кипячу. Горячие сливки выливаю сверху на порубленный шоколад. У меня 150 грамм шоколада и 150 миллилитров жирных сливок. Шоколад со сливками закрываем крышкой и оставляем на 2 минуты. 2 минуты прошло, открываем крышку и все тщательно перемешиваем. Это очень удобно делать с помощью силиконовой лопатки. Перемешиваем до полной однородности. Шоколадная глазурь должна получиться гладкая, блестящая и жидкая. Консистенция вот такая, обратите внимание. Достаем торт из холодильника, аккуратно убираем кондитерское кольцо и немного подравниваем тортик по бокам. Это можно сделать с помощью обычного ножа, либо шпателем, как я. Сверху я тортик тоже немного подравниваю. Затем делаю вот такую конструкцию, решетку из противня, ставлю на тарелку и сверху поливаю торт уже слегка остывшей шоколадной глазурью. Распределить глазурь можно, слегка поворачивая блюдо, либо вот так, но делайте это аккуратно. Распределяем слегка сверху и по бокам. Кстати, украшение торта шоколадной глазурью это один из самых простых и эффективных способов украшения тортов. Посмотрите, как красиво уже смотрится. Можно оставить торт так, можно же его украсить любыми фруктами или ягодами, шоколадными конфетами, шоколадной стружкой, печеньем, сухофруктами, орехами. Это все на ваш вкус. Я же в этот раз оформила тортик мастикой. В одном из последующих видео я покажу, как я это сделала. Кому интересно, заходите, смотрите. На моем канале много других рецептов тортов и выпечки. Всем желаю приятного аппетита! Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория!